В Чебоксарском детском саду номер 184 состоялся большой спортивный праздник. Таким образом, воспитанники детских садов номер 184 и номер 10 поддержали российскую сборную на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Сейчас они смогли завоевать для нашей страны 12 золотых, 14 серебряных и 15 бронзовых медалей. И ребята, и их педагоги с большим интересом смотрят о спортивной трансляции, чтобы потом делиться впечатлениями с родными и друзьями. Чуваши тоже немало тех, кто стал олимпийским чемпионом. Наиболее популярна в нашей республике спортивная ходьба. А в честь тех, кто завоевал призовые места на соревнованиях в Бразилии, в небо взлетел 41 воздушный шар, окрашенный в цвета российского триколора. Раз, два, отпускаем! Полетели! Надеемся, что наша сборная также выиграет очень большое количество наград. Наблюдая за тем, каких успехов добиваются российские спортсмены, малыши стремятся быть похожими на них. Сильными, смелыми и ловкими. Как рассказала заведующая столичным детским садом номер 184 Наталья Минейкина, в дошкольном учреждении есть все условия для того, чтобы ребята гармонично развивались. Это спортивная площадка с безопасным покрытием, бассейн и многое другое. Для ребят организовали соревнования по футболу, прыжкам в длину и баскетбольный турнир. Так дети могут попробовать различные виды спорта и выбрать то, что им по душе. В этом году очень огромное внимание уделяется физическому развитию различных мероприятий, не только в нашем детском саду, а вообще по городу. И мы также, как и сами принимающая сторона, мы сегодня принимаем 10-й детский сад, также и мы были в других детских садах, где были организованы подобные мероприятия. Инструктор по физической культуре детского сада номер 184 Артур Николаев тоже пристально следит за успехами российской команды на Олимпийских играх. Малыши также делятся с своим преподавателем последними новостями. По словам Артура Николаева, начинать занятия спортом лучше всего с самого детства. Они очень интересуются тем, чем я занимаюсь. Я занимаюсь спортивной ходьбой, они тоже вовлечены в этот вид спорта. Регулярно мы с утра делаем пробежку, делаем утреннюю зарядку. Они с радостью очень все это делают. Очень важно, что малыши смогли почувствовать себя частью такого значительного события, как Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. К тому же они смогли познакомиться друг с другом и найти новых друзей. Ну, мне понравилось, что тут очень интересно. Вот. Мне очень нравится этот садик. Так что большие достижения начинаются с малого. Но пока победила дружба. И может быть, кто-нибудь из этих ребят в будущем сможет стать Олимпийским чемпионом. А для этого нужно идти к этой цели и никогда не останавливаться на достигнутом. Елена Яковлева, Антон Небытов. Жизнь столицы.